Сегодня вашему вниманию будет представлена французская программа «Рождество в Париже». Она органично вплетает самые знаменитые пьезы старых мастеров и чарующие звуки популярных мелодий французских шансонье XX века, головокружительная связь времен, смешение эпох, стилей и настроений. «Класси джаз» — это классический джаз? Или классика и джаз? А может быть, просто классный джаз? Дорогие друзья, встречаем наших гостей. Группа «Класси джаз» — Москва. В составе Олег Матвеев, саксофон, шотландская валынка, французская гармоника, кларнет. Ольга Кемова, электроорган. Ролан Мобычев, бас-гитара. В программе концерта также приводны участие музыканты из Ульяновска. Анастасия Пашкова и Наталья Кроткова. Александр Шалкин. Ударные. Анастасия Пашкова. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие мои земляки, я очень рад вас всех видеть сегодня здесь Меня переполняют чувства Я знаю, что здесь много друзей, знакомых, одноклассников Он уже под руками машет Знаете, вот сегодняшний концерт для меня такой небольшой мини-отчет О том, что я делал все эти годы, живя вдали от Ульяновска Но поверьте, я не забывал этот город Всегда сюда Каждый год обязательно приезжаю До сих пор Люблю этот город Итак, мы идем дальше Мы начали с музыки, которую 300 лет тому написал Знаменитый французский композитор Жан-Батист Вууи Люли И это был Гавод Люли это был композитор, который Был любимым композитором Кстати говоря, танцором При дворе короля Людовика Пятнадцатого Это внук того самого Людовика, который Тринадцатого Людовика, который фигурирует в Трехмушкетерах Вот Сегодня будет такая программа Мы с вами У нас будет ретроспектива Французский мозг был от старинной И уже ближе к нашим временам Вот Совсем уж современной не будет Но мозга вся хорошо, знакомая и любимая Сейчас прозвучит Мазуху, которую написал Знаменитый французский композитор Эммануэль Шебриет Грать я ее буду на Волынке Немножко погодя, я расскажу про свою Волынку Вот Она В общем-то шотландская Но не совсем У нее есть Такие Некоторые французские корни Знаменитый французский композитор 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 шотландская. Немножко похоже. Может покажу поближе, ближе на сцену. Нет, сейчас сразу покажу. Это шотландская волынка, но небольшая, вот большая шотландская волынка. Это такой серьезный инструмент, можно сказать, военный, которым подавали сигналы в горах. Ее очень далеко было слышно. А этот инструмент поменьше, он использовался в быту. Она так называется малая шотландская волынка. Она использовалась для каких-то других целей, для домашних, для праздников, для библей, для свадеб. Для расходов. Очень для всего, короче говоря. Но мастер, который сделал эту волынку, он, хотя он шотландец, он много лет прожил во Франции, у него такое звучание, такое между шотландской и французской волынкой, вот. Ее можно вполне на французской программе использовать. Итак, мы идем дальше. Сейчас прозвучит песенка, которую написал ныне живущий французский волынщик. Называется она «Калимса». Как мне кажется, очень красивая мелодия, но решать вам, что получилось. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что это произведение называется «Бретонские узоры», а Бретонь – это та провинция Франции, где до сих пор живет очень большое количество кельтов. У них даже сохранился свой язык и, самое главное, сохранилась своя музыка. Они тоже любят шотландские волынки, там есть какие-то еще инструменты. Но самое главное, что вся музыка такая кельтская. Произведение называется «Бретонские узоры», написанное по мотиву кельтских, бретонских мелодий. «Бретонские узоры» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 из неблагополучной семьи Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Довольно редко встречающийся. Это так называемая аккордина. Французская гармоника. Аккордин – маленький аккордеон. Вообще, на самом деле, инструмент этот интернациональный. Вот она сделана, собрана во Франции. Но у нее там внутри такие язычки. Их делают в Италии. Самые лучшие язычки для баянов, для аккордеонов. И для аккордин делают в Италии. А сталь, для этого нужна специальная сталь, нерзавеющая, которую льют в Швеции. А уж шведский сталь, как известно, делают из нашего металлолома. Так что инструментный интернациональный. Еще одно замечательное имя. Хорошо вам знакомый Шарль Азнабур. И еще одна визитная карточка Франции и Парижа. Его песня «О павшие вместе». Играет музыка «О павшие вместе». Играет музыка «О павшие вместе». Играет музыка «О павлова». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Нету вам вопросов, бывали на Рождество в Париже? Пока нет. Пока нет. Я, честно говоря, тоже пока нет. Очень хочется. Но, знаете, мы с вами можем послушать музыку и ощутить себя вполне, потому что во Франции звучит все то же самое. Но, во всяком случае, я себе представляю именно так, что в Париже. Красивые вывески, красивые, все очень красиво звучит. Красивая музыка, в том числе музыка. Джо, до свидания. Красивая музыка. Красивая музыка. Красивая музыка. Красивая музыка. Красивая музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Роман Магучев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Друзья, оно потихонечку подходит к завершению наш вечер, наш рождественский вечер. Прежде чем исполнить заключительную мелодию, я хочу еще раз поблагодарить вас за внимание, за теплый прием. Нам всем очень нравится. Играет для вас. Играет для вас. Играет для вас. Играет для вас. Сегодня были класс и джаз. У рояля две замечательные пианистки. Благодаря, вопреки, точнее говоря, несчастному случаю, который, к сожалению, произошел с вашим замечательным органистом Александром Титовым. Он, к сожалению, не смог принять участие в этом концерте. Но вот благодаря этому познакомить двумя замечательными пианистками. Мы очень рады этому знакомству. Они были потрясающие. Поприветствуем тебя еще раз. На маленьком портативном органе для вас играла Ольга Кемова. Барабан Александр Шалкин. Бас-гитара Роман Могучев. Маленька, кларнет, саксофон и так далее. По списку. И вот этот микрофон Олег Матвеев. Друзья, прежде чем исполнить заключительную композицию, я хочу сыграть вам на волынке несколько нефранцузских милонов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 Слушайте, я сейчас прослежусь, тут одноклассники мои, ребята. Сейчас обязательно встретимся где-нибудь там. Итак, заключительная мелодия, называется «Дусы, дамы жули», старинная европейская песня. Милая девушка по имени Юлия. Кстати, подъем можно двигаться, если есть желание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА